В столице любого государства Без этого величественного здания архитектурный ансамбль Красной площади был бы неполным. Без того, что находится внутри, неполной будет летопись нашего общего прошлого. 5 миллионов предметов от эпохи раннего палеолита до наших дней, дистанция в 2,5 миллиона лет. И лишь крохотная часть несметных сокровищ, менее 1% от общей коллекции, представлена в постоянной экспозиции Государственного исторического музея. Итак, мы входим с вами в те самые залы, где уже в конце 19-го столетия Иван Егорович Забелин проводил первые экскурсии по историческому музею. На тот момент залов было всего лишь 11, сегодня таковых уже 35. Так что мы с вами, дорогие друзья, сейчас только в самом начале пути. Больше миллиона посетителей в год. Примерно так выглядит традиционная экскурсия в стенах исторического музея, как и, пожалуй, в стенах любого другого музея мира. Зал за залом, экспонат за экспонатом. В этой виртуальной экскурсии нашими проводниками будут работники музея. От директора и заведующих отделами до младших научных сотрудников. Каждый представит по одному уникальному экспонату. Совершенно разные и не похожие друг на друга. Любой из них достоин отдельного фильма. Как, впрочем, и миллионы других предметов, хранящихся в Государственном историческом музее. Редкий предмет кубанской культуры только что созданному музею подарил его основатель и первый директор, граф Уваров. А купил разве что не на базаре, в Тифлисе. В 1856 году склон могильника размыла горная река. Произошло это в осетинском селе Верхний Кобан. Отсюда и название кубанской культуры. Предметы разошлись по миру. Но усилиями графа Уварова самая большая коллекция пополнила именно фонды исторического музея. Видите, он пружинит. Предмету 2800 лет он сохранил вот эти пружинящие свойства. То есть бронза высочайшего качества. Вот с этого браслета начался исторический музей. И главная инвентарная книга, этот громадный том, там вот первая запись как раз про этот многовысковый браслет. Граф Уваров сам был археологом. А потому неудивительно, что все невообразимое богатство коллекции исторического музея началось именно с археологических памятников. Это одно из крупнейших археологических собраний мира. Стоит только вдуматься, более полутора миллионов предметов. И лишь 15 тысяч находятся в постоянной экспозиции. Роскошный саркофаг из поросского мрамора. Украшает шестой зал исторического музея. Его нашли в 1916-м в Кургане на Лысой горе. О находке сообщили в Петербург. Но шла Первая мировая. На пороге маячила революция. И планы по перевозке саркофага растворились в пене дней. Он остался на Тамане. Когда-то он был расписан цветным орнаментом. На розетках, боковых розетка саркофага была позолота. На розовом фоне ниш, в которых размещены эти розетки. Во время оккупации нацисты перевозят его в Керчь и готовят к отправке в Германию. Но не успевают. Напоследок в дребезги разбивают крышку. Артефакты зарешители из автоматов и испачкали несмываемым доводом. В таком виде он предстал перед реставраторами. Реставратор, ученый Чеварзин, приложил немало сил со своими помощниками, чтобы собрать из 1670 кусков крышку этого замечательного саркофага. Отмыть его от того-то несмываемой смазки, несмываемой жидкости. Но для реставраторов, настоящих опытных музейных реставраторов, ничего несмываемого, несчищаемого, несклеиваемого просто не существует. Новые выставки продолжали открываться даже в годы Великой Отечественной. Ким был единственным музеем в Москве, который продолжал работать во время осады города. Его закрывали только осенью 1941-го, всего на неделю. После бомбежки в здании выбило стекла, а фундамент пошел трещинами. Хлудовская псалтырь Хлудовская псалтырь – один из самых известных памятников византийского искусства. Название свое получила по имени Собирателя, купца и мецената Алексея Ивановича Хлудова уже в XIX веке. Тогда она наделала много шума, об уникальной рукописи заговорили во всем мире, а до этого хранилась себе мирно на Афоне. Эта рукопись единственная в своем экземпляре, она действительно уникальна. Сохранилось еще полторы таких рукописей. Но они все, как считают, копии с этой. Псалтырь стала едва ли не первым памятником, созданным после более чем векового периода иконоборчества в Византии. Притчи, сюжеты из Ветхого и Нового Заветов и неожиданно празднования Нового Года. Новолетие, согласно Константинопольскому календарю, происходило 1 сентября. И это был целый обряд. Но вот специальные глашаты ходили по городу с железными палками, и били молотками, и тем самым оповещали, что наступило новолетие. Псалтырь стала настоящей энциклопедией византийского искусства середины IX века и летописью византийской жизни. Эта монета поступила в исторический музей в 1930-м. Но сегодня это единственный, так называемый, златник в его собрании. Их известно-то на сегодняшний день всего 12. В случае появления в открытой продаже на аукционе, эта монета сразу будет стоить, ну, как минимум сотни тысяч, то и больше миллиона долларов. Это первая монета, отчеканенная после принятия христианства на Руси. Князь Владимир предстает здесь в образе византийского кесаря. На его голове диадема, увенчанная крестом. Рядом с изображением стола Владимира мы видим изображение трезуба. То, что сейчас как бы составляет герб соседнего нашего государства, Украина в те времена служила знаком собственности княжеской. И у каждого князя из рода Рюриковичей был свой собственный рисунок этого самого трезуба. На рубеже XIX-XX веков в глазах просвещенной общественности и исторический музей становится самым достойным местом для хранения реликвий. Дары поступают от знатных семейств – Голицыных, Бобринских, Кропоткиных, Аболянских, Щербатовых и крупных купеческих меценатов – Щукина, Бахрушина. Коллекционеры справедливо рассуждали, что так артефакты будут приносить большую пользу. С увеличением коллекции научное и просветительское значение музея и правда только росло. Особенностью этой пелены является то, что само тело Христа тоже исполнено золотными нитями и вообще все фигуры выполнены золотными пряденными нитями на проем. То есть это техника, которая существовала в Византии в IX-XII веках. Пелена имеет двустороннее изображение. И, кстати, с изнанки ее можно рассмотреть даже лучше. Впрочем, увидеть ее – вообще большая удача. Текстиль недолговечен и непрочен, а старинных вещей церковного назначения среди них и вовсе единицы. Удивительно, что этот уникальный памятник до монгольской Руси уцелел. Здесь мы можем видеть первоначальную ткань, которая сохранилась в ликах, в кистях рук и в фоне медальонов, где изображены апостолы. Предполагают, что она находилась для всеобщего обозрения в алтаре и была изначально предназначена для какого-то большого храма Древней Руси. Уже в веке XX в молодой стране Советов сотрудники музея выменили этот экспонат на кусок серебряного лома. Никакого художественного и исторического значения он не имел, зато весил более центнера. Когда повсюду рушились храмы, здесь подлинные шедевры сохраняли любой ценой. Изначально основатели музея полагали, что для понимания посетителями особенностей эпохи, помимо подлинных экспонатов, экспозиция может дополняться копиями и слепками. Иван Егорович Забелин настоял. Исторический музей не есть музей редкостей, невиданных вещей. Он есть собрание памятников, то есть разных вещей, систематически вводящих зрителя в бытовой порядок миновавшей жизни. Никогда не бывает двух похожих икон, тем более, если это памятник такого высочайшего уровня, как икона Бориса Глеба. Древнейшая икона из собрания исторического музея – один из центральных памятников Руси середины XIV века. Темпера по дереву – хрупкая недолговечная технология. Таких икон единицы. Бориса и Глеба издревле почитали особо за то, что не стали бороться за Киевский престол и приняли мученическую смерть от убийц, подосланных братом. На этой иконе, иконе Извериного монастыря, мы видим, что святые представлены в облачениях русских князей, на них длинные рубахи, плащи корзна накинутые на их плечи, плащи подбиты мехом, и мехом же подбита и шапка. А в руках они держат кресты и мечи. Кресты – как мученики, а мечи – как воины. Каждый зал Государственного исторического музея – это архитектурный шедевр и сам по себе экспонат. По замыслу графа Уварова, тот или иной зал был архитектурным обрамлением экспозиции и погружал посетителя в определенную эпоху. Над интерьерами работали знаменитые художники – Воснецов, Репин, Айвазовский. Арифметика «Сиричнаука числительная» – первый в России печатный учебник, который сам Михаил Васильевич Ломоносов называл вратами своей учености. Он был издан в 1703 году. Богато оформленный, в печати использовались чернила двух цветов – черного и красного. Украшенный гравюрами и орнаментами, он разошелся неслыханным по тем временам тиражом в 2400 экземпляров. На первой странице перед основным текстом гравюры на дереве с изображением царицы арифметики. Арифметика сидит на троне, а к ее трону ведут ступени, на которых перечислены простейшие арифметические действия. По книге учились мореплаватели, инженеры, архитекторы. А вот об авторе известно совсем немного. Происходил он из семьи тверского крестьянина, где и как выучился – до конца неясно. Но своей ученостью произвел такое впечатление на Петра, что тот сравнил его с магнитом, притягивающим знания. Так математик получил фамилию «Магнитский», под которой и остался в истории. Своим интеллектом немалое впечатление на современников производила и царевна Софья, за что отчасти и поплатилась. Она получила блестящее европейское образование. Но в борьбе за власть своему брату Петру Первому все же проиграла. Этот стол относится к XVI веку. В царском русском доме столы часто накрывались ковровыми покрытиями, привезенными с Востока. В данном случае мы видим не сам ковер, а лишь его изображение в технике темперной росписи, так как в это время исполнялись иконы. Это стол опальной сестры Петра Первого, царевны Софьи. В Дармузею еще в 1895 году его передала настоятельница Новодевичьего монастыря, где царевна провела в заточении последние годы жизни. Но загадка все же остается. Стол значительно старше самой Софьи. Привезла ли она его с собой, или ее келья была уже заботливо меблирована – вопрос открытый. Этот стол сделан из березы. Его подстолье зафиксировано на крючках, при открытии которых оно складывается гармошкой. И съемную столешницу. То есть таким образом этот предмет очень удобно брать с собой в дорогу. Но о назначении его можно только догадываться. Собственно, он мог использоваться и для трапезы, и для ведения переписки. После революции к музею в качестве филиала будет причислен уже весь Новодевичий монастырь. Присоединят Дину и Покровский собор на Красной площади, известный на весь мир как храм Василия Блаженного. Такие вещицы начали изготавливать при царе Алексея Михайловича Тишайшем, отце уже упомянутой царевны Софьи и Петра Великого. Тому времени на Руси умели широко пировать. Когда бывали празднества иные, именинные или родильные дни, то, как свидетельствовал подьячий Григорий Каташихин, исходила вина по 400 и по 500 ведер, пива и меду тысячи две и по три. Царь Алексей Михайлович был человеком увлекающимся. С его легкой руки в подмосковном селе Измайлова на реке Серебрянке появился первый в стране стекольный завод. Специально пригласили мастеров из Европы. Вы употребляли эти сосуды на пирах, когда собирались ближние царя, когда не было риска оскорбить пирующих. Напиться через верхний край вы не сможете, потому что трубка, птички, ваш собственный нос этому помешают. Остается попробовать выпить из этого носика. Как только вы из этого носика потянете жидкость, она независимо от вашего желания перекачается вся через нижнее яблочко и носик прямо к вам. То есть вы должны будете выпить весь этот объем, не отрывая губ, или залить вином свою прекрасную одежду. Таких шутих, вероятно, изготовлено было немало. Но безудержное веселье пюров и хрупкое стекло – вещи несовместимые. Шутихи, что дошли до нас, можно пересчитать по пальцам. Эту вещь своими руками сделал Петр Первый и подарил московскому губернатору, князю Матвею Гагарину, за организацию бышных празднест по случаю победы под Болтавой. И вот эта чарка вот на трех ножках-шариках, вот с этими двумя ручками-завитками – это такая характерная форма для начала XVIII века, которую очень любили использовать именно мастера оружейной палаты. Подаренная чарка изначально была деревянной. В шедевр ювелирного искусства ее превратил уже сам владелец, заказав для сосуда драгоценную оправу. Эта чарка была оправлена в золото и украшена бриллиантами, алмазами, рубиновой шпинелью на дне этой чарки в окружении эмалевых листочков. Судьба этого экспоната исполнена тайн. Через некоторое время князя Гагарина обвинили в лихоимстве и казнили, чарку конфисковали и передали в казну. На этом ее история прерывается на несколько веков. В музей экспонат попадет уже в 1932 году с пометкой «Исторксина». А ведь Петр I предостерегал – с государственными доходами поступать надлежит осторожно. Впрочем, сам император на подлинные шедевры не скупился. Глобус Блау просто не может остаться незамеченным. Это, пожалуй, самый популярный экспонат исторического музея. Он предназначался для королевы Швеции, а достался первому императору России. Масштабная и филигранная работа. Драгоценные породы дерева, ручная роспись. Полая медная сфера, диаметр около двух метров. Вес почти полтонны. Всякий раз, чтобы установить глобус по месту новой прописки, приходилось разбирать стены или даже сооружать отдельные здания. У подножия колокольни Ивана Великого была сделана специальная комнатка, где хранился этот глобус, а также ботик Петра I. Можно сказать, что вот этот глобус и ботик Петра I были первыми музейными экспонатами в России вообще. Рукописный глобус не предполагал никаких изменений. Какое-то время по нему занимались учащиеся навигацкой школы. География в 17-18 веках воспринималась как наука, в первую очередь государей, и во вторую очередь полководцев. Простым людям считалось, что не так уж важно знать географию, а вот государя должны как бы понимать, что где, где какие колонии, где какие страны. Но географические открытия 18 века привели к тому, что глобус быстро потерял свою актуальность. Так он сначала оказался в стенах Румянцевского музея, а затем был передан в экспозицию исторического. Над художественным оформлением 20-го зала, где располагается глобус Блау, работал лично один из основателей музея – Иван Забелин. К сожалению, все, что мы сейчас видим, воссоздано в ходе реставрации уже в годы перестройки. Этот зал один из многих не пережил юбилейного размаха 20-й годовщины октября. На изогнутом клинке, выполненном из дамасской стали, кованная надпись. Сабля – дар тогда еще первому консулу, Наполеону Бонапарту за египетский поход. Оружие – настоящее произведение искусства, созданное в знаменитой Версальской мануфактуре. В большей степени оно парадное, хотя его боевые качества крайне высоки. Это не трофей. Это подарок. И связан он с событиями для Франции, трагическими, драматическими. Это 14-й год, весна, крушение империи Наполеона. Он должен был отправиться на изгнание на остров Эльба. От каждой страны его сопровождали комиссары, от русской стороны. Это был граф Павел Андреевич Шувалов. Были два случая недовольства толпы, которая пыталась пробиться к карете низложенного императора. И тогда Павел Андреевич Шувалов предложил поменяться каретам, поменяться, так сказать, взять его шинель. И таким образом он спас императору жизнь. И, скорее всего, уже на корабле император передал ему эту саблю. Вряд ли император когда-либо обнажал клинок. А вот в руках комиссара, одного из кавалерийских полков, уже в годы Гражданской войны сабля была не раз, о чем свидетельствует утрата крестовины на ее гарде. Крышу исторического музея украшают двуглавые орлы, львы и единороги. Правда, в советское время шпили пустовали, часть спрятали в запаснике, а золотых орлов и вовсе переплавили. На свои законные места они возвратились только в середине 90-х. Копии восстанавливали по чертежам. Кстати, двуглавые орлы подвижны, они действуют как флюгеры, вернее, как антифлюгеры, то есть поворачиваются не по ветру, а против ветра, так, чтобы их было видно и с красной, и с манежной площадей. Почти три века этот флюгер украшал одну из башен китай-городской стены и был чудом спасен руководителем группы металлоисторического музея в 1935 году. К тому времени большая часть стены была уже снесена, а памятник кузнечного искусства и московского градостроительства мог пропасть навсегда. Существует легенда, что жители города видели, как этот флюгер вращается, он имел такой достаточно угрожающий вид и его вроде как называли мымрой. Для того времени это образец кузнечного мастерства. Фигура птицы и головки с открытыми клювами изначально были покрыты сусальным золотом, а плоды и листья раскрашены. Вот эти плоские стилизованные головки птиц, как раз расположенные с разных сторон, они могли улавливать этот самый ветер и крутиться вокруг своей оси, соответственно. А сам пеликан золотой, прекрасный, возвышается над ними. После революции музей переименовывается сначала в Государственный исторический Российский музей, а буквально через пару лет получает свое нынешнее название Государственный исторический музей. От уничтожения его спасли только личные указы Владимира Ленина и первого наркома просвещения Анатолия Луначарского. Прогулки в автомобиле они отвлекали Владимира Лича, успокаивали, то есть он их очень любил. Положено Ленину, по соображениям безопасности, было ездить на заднем сидении. Но стоило остановиться, пропуская пешеходов, например, или около светофора, сразу же он пересаживался на первое сидение. Он не мог ехать, не общаясь с кем-то. Единственный автомобиль в коллекции исторического музея был приобретен советским правительством еще в 1922-м, специально для гаража особого назначения. Начальник автобазы Совета народных комиссаров порекомендовал марку Роллс-Ройс за мягкий ход и прежде всего за комфорт для пассажира. Ведь возить на серебряном призраке предстояло самого главу советского государства. Когда мы видим сейчас автомобиль в таком виде, это результат реставрации 1959 года. Причем он на ходу. Он сам доехал с территории завода до музея, и башенным краном был поднят и установлен на экспозиции 2-го этажа. Знал бы Владимир Ленин, что его знаменитая фраза «Значение Тулы для республики огромно» станет пророческой для музея. Именно здесь исторический музей открыл свой филиал, став частью нового музейного квартала, примыкающего к Кремлю. Тула – древнерусский город, который сыграл выдающуюся роль в истории российского государства, в истории формирования его могущества, его границ, его объемов, его культуры, его, так сказать, технологий. Вот, наверное, поэтому город Тула и стал первым филиалом Государственного исторического музея. Новый этап развития, новое музейное пространство, где главная доступность. Шрифт Брайля и увеличенные копии экспонатов, которые можно и нужно трогать руками. Тактильная экспозиция в буквальном смысле дает возможность прикоснуться к истории. Существует возможность, вы видите, даже прослушать на языке жестов экскурсию. В общем, это, кстати, дает и в этом, что исторический музей доступен для всех. Служить наглядную историю главных эпох русского государства. Принцип, будто заложенный в основании музея вместе с первым камнем. Исторический музей открылся для посетителей в дни коронации Александра Третьего. Он не раз менял название, был императорским, российским, государственным, но всегда оставался верным своему предназначению. Портрет императора-основателя, только что пополнивший фонды, это прежде всего символ преемственности. Но сегодня это последний экспонат. Но завтра будет новый день, новые открытия, новые находки. Этот процесс непрерывен, как и сама история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова